здравствуйте дорогие друзья итак закончился им кипур у нас с вами впереди дорога год новый год для поднятия на духовные вершины есть две вещи такие которые надо понимать на этой короткой дороге во первых чтобы я не забыл вот эти три дня между ем кипуром и суккотом считается когда бог находится с нами эти три дня как бы вне праздников но в то же время внутри они как бы распространяются и на то что было и на то что будет это волшебные три дня надо их не пропустить итак перед нами дорога дорога которая каждый может выбрать себе свой путь на этот год кто-то наконец поймет и начнет духовно развиваться кто-то скажет у меня нет времени тут есть две проблемы как бы первое надо идти своей дорогой не чужой вот но цель то одна но вот дороги разные пять мудрецов такая притча заблудились в лесу и первый сказал пойду влево так подсказывает моя интуиция второй сказал а пойду вправо недаром считается что право от слова прав ну что третий стал я пойду назад мы оттуда пришли значит я обязательно выйду из леса четвертый сказал я пойду вперед надо двигаться без например на закончится откроется что-то новое опять искал бы все неправы есть лучший способ подождите меня он полез на высокое дерево чтоб забрался на него пока он лес все остальные разбрелись каждый в свою сторону сверху он увидел куда надо идти чтоб побыстрее выйти из леса теперь он мог даже сказать в какой очередности каждый доберется из других мудрецов он поднялся выше увидел самый краткий путь он понял что оказался над проблемой и решил задачу лучше всех он знал что все сделал правильно а другие нет они были упрямо его не послушались он был мудрецом но ошибался все поступили правильно каждый кто думает что его дорога верно ошибается именно он тот кто пошел влево попал самый чаще ему пришлось голодать прятаться от диких зверей он научился выживать лесу и стал частью леса и потом учил многих людей как выживать в этой системе тот кто пошел направо встретил разбойников они отобрали у него заставили вместе грабить но через некоторое время он поступенно разбудил в них человечность сострадание то что было забыто и они сами стали духовными людьми тот кто пошел назад положил через лес тропинку которая вскоре превратилась в дорогу для всех желающих насладиться лесом чтобы не заблудиться и наконец тот кто пошел вперед стал первооткрывателем он побывал местах где никто не был открыл новые возможности удивительные лечебные растения и так далее да и тот кто влез на дерево стал специалистом по нахождению коротких путей к нему обращались те кто хотели решить свои проблемы даже если это не придет приведет к развитию так все пятеро исполнили свое предназначение в жизни вывод у каждого из нас своя дорога не нужно тянуть за собой других если они этого не хотят надо объяснять но не тянуть не нужно уводить человека от его предназначения вообще у человека все это разное знаете я потрясающим месте отмечал юн кипур в твери в старинной королевской синагоге небольшая такая совершенно фантастическая через синагога чудесно когда-то потоп подступал твери дошел до порога синагога и убежал очень очень сильный юн кипур такой мне понравилось но вернемся к нашему короткому руку если еще в нашей вот этой пути которые мы сейчас пройдем есть еще одна вещь я тоже притчей расскажу явление весело на стенке тот кто сумеет подняться без остановки на сотый этаж будет вручен огромный приз стоит тоже этом на лифте тяжело а тут самому вдвоем стартовали все-таки два спортсмена 1 10 легко вторые там 56 58 еле ходят уже 80 они уже не шли а ползли да и один сказал я не могу больше 2 стал я тоже не могу но я скорее умру чем сдамся и вот он еще шел наконец 90 ему даже оставшись он понимал что не пройдет на площадке поднял глаза и увидел если вы добрались сюда садитесь на лифт поздравляем ждем приз ждет вас наверху вся жизнь наша это восхождение некоторые считают что достигнуть вершины означает стать популярным там актером или владельцем банковского счета на худой конец там вилла там еще что-нибудь но вершина материального преуспевания говорят мудрецы не идет ни в какое сравнение с духовными вершинами с духовными и верестами однако взойти на духовную вершину невероятно трудно многим кажется что и пробовать не стоит зачем напрягаться лезть вверх почему не остановиться на тихой площадке между лестничными пролетами попытаться с удобствами здесь посидеть но жизнь говорят мудрецы не гора и не винтовая лестница она похожа на спускающийся эскалатор если ты останавливаешься ты будешь внизу и чтобы подняться надо не просто идти а бежать вот такие планы нам достроить на этот год браха вы от страха